Добрый день дорогие друзья, с вами Наталья Нагорна. Продолжаем изучение программы про шоу по лечу. С каждым следующим уроком вы будете узнавать более интересные возможности для создания красочных сайт-шоу. Сегодня я предлагаю вам рассмотреть вот такой вариант. Мастер-презентация создала небольшую презентацию из фотографии, из фотографии детей. Вы также сможете создать любой из вариантов и небольшой фрагмент этого сайт-шоу я вам покажу. Я остановила. И смотрите, первый слайд добавила оформление. Я его скопировала и на дном сейчас покажу, как же преобразить, чтобы он был такой интересный и оригинальный. Выделяем этот слайд. Переходим в параметры слайда и смотрим, из чего состоит наш стиль слайда. Есть у нас фотография. Здесь идет масочка. Придаются движения нашей масочке. Что мы можем сделать. Мы можем убрать фон. При нажатии на картинку мы видим, что показывает нам. Это идет движение картина. А вот это у нас фон. Видите, он черный получился. И мы изменим фон. Добавить изображение или видео. И на рабочем столе я создала вот такую папочку, урок. И вниз сохранила несколько картинок. И мы сейчас из нее добавим какие-либо картинки. Вот такие летние фоны я сохранила. Нажимаем открыть. Заходим в параметры слой. Нажимаем заполнить кадр. И переходим в эффекты. Мы можем придать движение нашему фону. То есть, смотрите, вот первый кадр и второй кадр. Это ключевые кадры. В начале кадра как будет выглядеть фон. И в конце кадра. Я нажимаю на второй ключевой кадр. И немножко масштабирую наше изображение. То есть, придам небольшое движение. Переходим на первый ключевой кадр. Останавливаемся на фоне. Он у нас выделен. Мы добавляем какие-либо картинки. Я нажимаю добавить изображение или видео. И добавим, к примеру, вот такое. Симпатичное дерево. Оно у нас на прозрачном фоне. Мы его немножко уменьшим. Мы можем его зажать левой кнопкой мыши. И передвигать вот так по нашему фону. Мы его уменьшим. Поставим чуть-чуть в уголок. Заходим, чтобы оно у нас корректно изображалось. Мы находим такую стрелочку с двух сторон. Мы немножко уменьшаем. Например, вот так мы уменьшим дерево наше. И чтобы оно у нас не росло. То есть мы, когда нажмем на второй ключевой кадр, оно получается конечный результат посередине. Заходим в первый ключевой кадр. И нажимаем правой кнопкой мыши. Копировать следующий ключевой кадр. И в следующем кадре у нас дерево будет здесь находиться. Мы можем просмотреть, как это будет выглядеть. Подводим мышку вот здесь под нашей шкалой. Зажимаем белой кнопкой мыши. И вот так протягиваем. Появляется вот такое вот движение. И мы смотрим, как это будет выглядеть. Смотрим, где находится наш дерево. Дерево находится за фотографиями. И нам надо его немножко передвинуть. Дерево у нас выделено. И вот здесь стрелочками мы его поднимаем вверх. И снова смотрим. Зажимаем белой кнопкой мыши. И смотрим. Так, еще надо поднять выше. Еще раз нажимаем. Теперь снова просматриваем. Вот теперь дерево закрывает фотографиями. Что мы можем сделать? Мы это дерево перетекаем в другую сторону. Противоположную. Ставим его. Копируем следующий ключевой кадр. Скопируем. Смотрим, как это выглядит. А здесь желательно дерево опустить чуть ниже. Еще раз ниже. И посмотрим, как оно у нас отображается. Чуть выше. Поднимаем на три кадра выше. И просматриваем. Вот так, например, наша дерево смотрится. И теперь мы можем еще добавить. Нажимаем. Добавить изображение видео. И добавляем, к примеру, собачку. Вот такую собачку на прозрачном. Я ее нашла в интернете. Она у нас стоит посередине. И мы ее также левой кнопкой мыши прокручиваем. Уменьшаем. Немножечко. И передвигаем по нашему слайду. Заходим в коррекцию. И так как собачка у нас смотрит не в ту сторону. Мы зашли в коррекцию. И вот здесь ниже смотрите. Отражение. И отражаем по горизонтали. Встали в чекбоксе галочку. И вот собачка у нас развернулась. Мы можем ее еще немножко уменьшить. И опустить чуть ниже. Когда мы работаем в параметрах слой. То здесь отображается. Вот таким образом. Переходим в эффекты. И копируем следующий ключевой кадр. Иначе наша собачка будет посередине. Видите? Нажимаем правой кнопкой мыши. Копировать следующий ключевой кадр. Теперь. Мы можем также дожать снизу. И посмотреть. Как выглядит наша собачка. Вот так. А собачку нам нужно поднять выше. Чтобы она была перед фотографией с девочкой. И вот так мы его поднимаем. Теперь смотрим. Ну вот так уже более интересно. Единственное, что я бы сделала. Сейчас мы подкорректируем. Собачку опустим чуть ниже. Чуть-чуть ниже. И копируем следующий ключевой кадр. И посмотрим с деревом, что мы можем сделать. Дерево. Я бы его чуть-чуть уменьшила. Вот здесь глаженный масштаб. Нажимаю на вот эту скрепку. Разжимаю. И его уменьшаю ширину. И чуть-чуть ниже опускаем. Копируем следующий ключевой кадр. И мы просматриваем, как это выглядит. Нажимаем play. Если нас все это устраивает. Нажимаем ok. Но я хочу добавить еще картиночку. Нажимаем добавить видео или изображение. И добавлю солнышко. Давайте вот такое солнышко добавим. Открыть. И оно вроде бы скачивало на прозрачном фоне. А оно у нас оказалось JPEG. Переходим в коррекцию. И вот такую фишку я вам покажу. Насколько уникальна наша программа. Мы нажимаем. Мы зашли в коррекцию. И вот здесь инструмент редактирования. Мы находим прозрачный цвет. Ставим галочку. Нажимаем редактировать. И ключевую кадру здесь выбираем. Нажать. Берем пипетку. Нажимаем на картинку. Нажимаем выбрать. Единственное минус. Глазки у нас тоже прозрачные стали. Поэтому лучше убрать эту фотографию. Она у нас выделена. Нажимаем удалить. И мы добавим другое солнышко. Так. Вот такое солнышко мы добавим. Оно у нас на прозрачном фоне. Мы его уменьшаем. Масштабируем мышкой. Передвигаем вверх. И переходим в эффекты. В эффектах смотрим как он выглядит. Солнышко в голову. Ставим. Копируем следующий ключевой кадр. И теперь смотрите. Мы нашему солнышку придадим небольшое движение. В первом ключевом кадре мы сделаем немножко вот так. Повернем. И во второй ключевом кадре мы повернем в другую сторону. Вот так солнышко. То есть мы наводим на уголок. И когда появляется такая закругленная стрелка, мы делаем поворот нашему солнышку. И смотрим как это выглядит. Хорошо. Только солнышко нужно поместить выше. И мы его перемещаем в самый верх. В самый верх. И еще раз просмотрим. Я нажимаю ОК. Покажу вам еще один слайд. Как мы можем откорректировать. Вот следующий кадр мы нажимаем. Нажимаем параметры слайда. Смотрим что мы можем здесь сделать. Вот первая картинка. Это идет у нас сама картинка. Но она такая продолговатая. Вот смотрите в коррекции. Мы видим что здесь много пустого места. И мы можем ее обрезать. То есть укоротить нашу картиночку. Мы находимся в коррекции. Находим обрезка. Здесь ставим галочку. Нажимаем. Выделяем тот участок который мы хотим оставить. Запоминаем примерно размер. 628 на 480. Ну или на глаз. Нажимаем ОК. Просмотрим как теперь наша картинка будет выглядеть. Ну вот так. Более интересно. Теперь вот следующий кадр. Это у нас идет подсветка. Нам его тоже надо делать обрезку. Нажимаем редактирование. И вот так выделяем. Выделяем. Мы это можем сделать. Так. Передвинем. Так. Здесь у нас было 628. На 480. Нажимаем ОК. И теперь у нас вот так вот выглядит. Теперь. Вот самое нижнее. Это у нас фон. Я закрываю глазик. Фон у нас стал черным. И мы добавим свой фон. Я нажимаю. Добавить изображение видео. И добавим какой-нибудь веселый фон. Например вот такой. Или вот такой яркий. Открыть. Заходим в параметры слоя. Нажимаем. Заполнить кадр. И у нас фон встал теперь. Аккуратненько. Теперь заходим в эффекты. Можем также придать движение нашему фону. Заходим на второй. Ключевой кадр. И колесиком мыши делаем приближение. Теперь смотрим нашу фотографию. Заходим в коррекцию. Она у нас рамочки. Рамочка у нас веточка. Нажимаем редактировать. И мы можем в нашей уникальной программе выбрать какую-либо из рамочек. Или выбрать какую-либо виньетку. Вот так это может быть выглядит. Таким образом. Я оставлю нашу квадратную. И поменяю. Мы можем здесь выбрать цвет. Нажав. И выбрать. К примеру. Вот смотрите. Здесь есть пипеточка. Нажимаем на пипеточку. И выбрать. К примеру. Вот как крылышко у девочки. Но слишком ярко. Сделаем чуть-чуть поближе. Чтобы это было не так вызывающе. Нажимаем выбрать. И вот здесь внутри убираем галочку. И здесь остается у нас шестерочка. Или к примеру пятерка. Нажимаем ОК. То есть это параметры вензетки. Размеры вензетки. И получается вот такое обработание. Нажимаем ОК. И смотрим как это выглядит. Мы можем также добавить. И добавляем какое-либо изображение. Мы можем выбрать. К примеру. Вот такое солнышко. Добавляем его. Оно у нас большое. Добавляем его колесиками в мишки. Масштабируем. Вот такое веселенькое. Поставим его в уголок. Чтоб не вкинем в волок. Заходим в эффект. И также придадим ему движение. В первом ключевом кадре мы находимся. Вот так подводим. Разворачиваем. Переходим по второй ключевой кадр. И немножечко поворачиваем. Наш солнышко. И смотрим как оно выглядит. Вот оно веселенькое солнышко. Улыбается нам. Так. Еще что мы можем. Снова я нажимаю на фон. Добавить изображение и видео. И что-нибудь еще добавим. Я тут сохраняла собачек. Вот такая смешная собачка. Давайте мы добавим. Вот такая собачушка. Так. Она у нас большая. Вот так. Заходим на первый ключевой кадр. Мы ее колесиком мыши масштабируем. Передвигаем. К примеру. Вот сюда уголочек. Опускаем чуть ниже. Копируем следующий ключевой кадр. И смотрим как это выглядит. Если нам все нравится. Оставляем. И смотрите еще одна фишечка. Заходим в коррекцию. И для наших добавленных картинок. К примеру собачка. Мы добавляем тень. Вот здесь инструменты редактирования. Нажимаем галочку тень. И вот для объема. Для более такого эффектного объема. Мы добавляем тень. И сразу наша картинка вреда. Нажимаем солнышко. И тоже добавляем тень. Тень мы можем выбрать другого цвета. Я пока оставляю черный. Нажимаю ОК. И зайдем в наш вот этот слайд. Который мы редактировали. Я нажала двойным клипом. И к нашим изображениям добавленным. Вот к примеру солнышку. Мы тоже добавим тень. И оно более интереснее выглядит. К собачке тоже добавим тень. Рамочка. Давайте рамочку тоже изменим. Вот у нас инструменты редактирования. Бинзетка. Нажимаем редактирование. Редактирование. Мы можем цвет. Ну пусть белый останется. Вот берем. К примеру здесь вот. И поставим пятерочку. Нажимаем ОК. И что бы я еще сделала. У нас фотография бредная немножко. Смотрите. Вот здесь доредактирование. И после редактирования мы можем добавить яркости нашей картинки. Передвигая вот эти лягунки. Белая точка. Черная точка. И вот смотрим, как это выглядит. Черная. Ну вот так более ярко. И мы так оставляем. И теперь к дереву тоже добавим тень. И нажимаем ОК. И просмотрим. Я нажимаю ОК. Вот так классненько это смотрится. Единственное, я вот этот кадр хочу выберить. И нажимаю Параметры слайда. Здесь солнышко у нас немножко великовато. Заходим в эфирку. Нажимаем на солнышко. И мы можем его изменить вот здесь в параметрах. Допустим 25. У нас было 33. Мы сделаем 25. И заходим во второй ключевой кадр. Сделаем тоже 25. А движение у нас останется. Я бы его поставила вот в этот уголок. Противоположный. Потому что иначе как-то не очень смотрится. И давайте посмотрим, как это теперь выглядит. Так. Заходим в коррекцию. Солнышко у нас смотрит на ту сторону. Заходим в коррекцию. И вспоминаем инструменты редактирования. И мы отражаем по горизонтали. Вот. Теперь мы можем здесь просмотреть. Нажимаем play. Останавливаем. И единственное теперь эффекты у нас. Нажимаем движение придать немножко в другую сторону. Так. Давайте еще раз посмотрим. Солнышко наше. Оно у нас так движение. Солнышко у нас выделено. Мы ему сделаем движение немножко в эту сторону. А во втором ключевом кадре в обратную сторону. Например, вот так. И смотрим. Более профессионально. Я нажимаю ok. Вот так можно редактировать. Создавать красочные альбомы. Радовать своих родных и близких. И удивлять знакомых. Понравилось видео? Ставьте лайки. Творите. Создавайте свои красочные, прекрасные проекты. До новых встреч. С следующим видео. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok